На поддержку отрасли экономики, социальную поддержку граждан и региональных бюджетов в России сформирован антикризисный фонд. А стоило ли брать кредиты? Законодатели округа взяли на особый контроль исполнение бюджета текущего года. Наращивать объем инвестиций в регионе? Лукоил и Башнефть определили бюджет совместного предприятия Башнефтьполюс. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Антикризисный фонд России в рамках бюджета 2016 года составит до 150 миллиардов рублей. При этом доходы от управления другими кубышками, фондом национального благосостояния и резервным фондом до 1 февраля 2017 года, а это около 85 миллиардов рублей, будут отправляться на расходы госказны. Такие поправки, облегчающие принятие бюджета на 2016 год, подписал президент России Владимир Путин. Они опубликованы в российской газете. По новому закону, деньги из антикризисного фонда пойдут на поддержку некоторых отраслей экономики, социальную поддержку граждан и региональных бюджетов, а также на оказание гуманитарной помощи населению иностранных государств. На данный момент известно, что на часть средств из кубышки точно может претендовать российский агросектор. Поправки, облегчающие принятие бюджета, связаны с переходом на однолетнюю верстку главного финансового документа страны. Она оказалась необходимой для снижения рисков, планирования доходов и расходов из-за колебаний цен на нефть и курсов валют. Ожидается, что бюджет 2016 года Госдума рассмотрит в первом чтении 13 ноября. В Ненецком округе сегодня также идет активная подготовка к бюджету 2016 года. Известно, что главный финансовый документ региона, так же как и федеральный, станет однолетним. Что касается прогнозных параметров окружного бюджета следующего года, то пока такая информация не распространяется. Сейчас особое внимание законодателя обращено на исполнение бюджета 2015 года. За 9 месяцев текущего года бюджетные средства освоены лишь на 66%. Такие данные привели на заседание комиссии собрания депутатов по экономической политике и бюджету. В связи с представленными цифрами у участников совещания возник закономерный вопрос. А стоило ли брать многомиллионный кредит и возлагать дополнительную нагрузку на окружный бюджет? К плану на год исполнение бюджета текущего года на 1 октября составило всего 66,4%. Таким образом, вся нагрузка на бюджет распределится на 4 квартал. Значит, плановый объем расходов на 4 квартал составляет 6 миллиардов 106 миллионов рублей. И с учетом неосвоенной суммы за 9 месяцев 635 миллионов, значит, объем расходов на 4 квартал составляет 6 миллиардов 741 миллионов рублей. На 1 октября текущего года остатки окружного бюджета составили 2 миллиарда 195 миллионов рублей, в том числе за счет остатков средств на счетах бюджетных организаций и с учетом привлеченных кредитов в 1 миллиард рублей. Наименьшее исполнение бюджета, всего 47%, по словам Елены Карельской, числится за одним из главных распорядителей бюджетных средств Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Ведомство не выполнило взятые на себя расходные обязательства. Среди основных причин – невыполнение планов графиков подрядными организациями. Сейчас департамент готовит поправки в бюджет текущего года. От участников совещания поступил закономерный вопрос, а стоило ли брать многомиллионные кредиты и возлагать дополнительную нагрузку на окружной бюджет. Депутаты попросили Департамент финансов и экономики обратить внимание на целесообразность кредитов, если главные распорядители бюджетных средств не исполняют взятые на себя расходные обязательства. В противном случае, если вам горбезники будут настаивать, что да, у них будет такое-то исполнение, а на самом деле по факту будет другое исполнение, ниже, в результате этого вы возьмете дополнительные кредиты, и они лягут дополнительным бюджетом на окружной бюджет, то на наш бюджет, наверное, должностным лицам, чтобы быть департаментом, надо уже применять какие-то меры административной ответственности. В целом же доходы региональной казны за три квартала составили более 12 миллиардов 100 миллионов рублей, а расходы без малого 13 миллиардов. 12 миллиардов 620 миллионов рублей или 98,1% от общей суммы расходов потрачены в рамках реализации госпрограмм. Основными источниками поступлений стали доходы от соглашения о разделе продукции «Харягинское месторождение» – более 4 миллиардов рублей, налог на имущество организации – около 3 миллиардов, налог на прибыль – более 2,5 миллиарда, налог на доходы физических лиц – 922,5 миллиона и безвозмездное поступление из бюджетов других уровней – 897 миллионов 200 тысяч рублей. Крупнейшими расходными статьями стали образование, национальная экономика, социальная политика, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Эти же статьи останутся приоритетными и в 2016 году. В первом чтении проект закона следующего года рассмотрят на сессии Собрания депутатов 24 ноября. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Бюджет совместного предприятия «Башнефтьполюс» определили компанией «Лукоилы Башнефть». Заседание совета директоров этой компании прошло в Наринмаре. Для участия в нем в окружную столицу прилетели старший вице-президент «Лукоила» по добыче нефти и газа Азад Шамсуаров, первый вице-президент по разведке и добыче башнефти Михаил Ставский. В преддверии заседания глава региона Игорь Кошин провел встречу с топ-менеджерами нефтегазовых компаний. Радует, что учредители «Башнефтьполюс» намерены наращивать объем инвестиций в регион, отметил губернатор Игорь Кошин. Главное, чтобы вслед за повышением финансовых показателей повышались и экологические стандарты, стандарты производственной безопасности, продолжался диалог с жителями, занимающимися традиционным хозяйствованием на нашей земле. Повышение качества жизни в НАУ должно стать планомерным итогом всей нашей общей работы. Первые новобранцы округа готовятся к отправке в областной сборный пункт военного комиссариата. Всего в этом году из нашего региона планируется отправить в Вооруженные силы России около 150 человек. На лёд не выходить. В Наринмар прибыли два морских судна в сопровождении буксира ледокольного типа. В Наринмар прибыли два морских судна из Архангельска. В порт они зашли в сопровождении буксира ледокольного типа. В связи с этим жители сел Нижнепечорья и окружные столицы просят воздержаться от выхода и выезда на лёд. Суда Балтийский 108 и Ладога 11 доставили в Наринмар строительные материалы и продукты питания. Сейчас суда стоят под разгрузкой. По плану суда Балтийский и Ладога должны были прибыть в порт Наринмара 2-3 ноября. Но произошла небольшая задержка в пути. В обратный путь по плану корабли отправятся 10 ноября. В связи с этим представители МЧС просят жителей населенных пунктов при Печоре быть внимательными и убрать уже поставленные рыболовные сети. По практике прошлых лет снасти часто наматывает на винты судов, что доставляет неудобства членам команды и затрудняет прохождение по фарватеру. Проблемы судоходства в Ненецком округе обсудили на круглом столе. Судовладельцев и представителей государственных ведомственных служб собрал уполномоченный по правам предпринимателей в Ненецком округе по поручению главы региона Игоря Кошина. За навигацию 2015 года Архангельской транспортной прокуратурой совместно с подразделениями ГИМС по Ненецкому округу проводились проверки, связанные с безопасностью осуществления пассажирских перевозок, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. Чаще всего это административные правонарушения. Всего к административной тесности привлечено три лица. Кроме того, поступила одна жалоба от граждан, право которых были нарушены в ходе осуществления данного вида деятельности. По результатам рассмотрения жалобы в адрес перевозчика внесено представление. В настоящее время представление рассмотрено, нарушения закона устранены. Но зачастую эти нарушения не только в сфере перевозок пассажиров. Есть вопросы по регистрации судов, перевозке грузов по паромным переправам. Ходят обширный круг вопросов и обсудили на встрече. Как устранить принцип, понятно. Здесь надо строить новые суда. Выход понятия. Но вот как в данный момент быстро все это решить, сейчас будем обсуждать. Встречу неспроста решили провести в межнавигационный период. Тут и все недочеты за прошедшую навигацию можно учесть и обсудить те проблемы, которые возникают при осуществлении судоходства. Задача ставится такая. Обсудить те проблемы, те недоработки, которые имеются по итогам 2015 года по навигации у судовладельцев, учитывая, что практически все контролирующие органы расположены вне Ненецкого округа. То есть это Печора, это город Архангельск и так далее. У них есть проблемы определенные с коммуникациями. По итогам совещания организаторы сформируют единую сводную информацию о проблемах судоходства в Ненецком округе и соседних регионах. Учтут и пожелания судовладельцев, чтобы в навигацию 2016 года удалось избежать большого числа нарушений. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. Первые новобранцы готовятся к отправке на областной сборный пункт военного комиссариата. Всего в этом году из нашего региона планируется отправить в Вооруженные силы России около 150 человек. Всего на комиссию вызовут порядка 350 молодых людей из Ненецкого округа. В основном окружные призывники будут служить в различных родах войск Северного флота, Западном военном округе, внутренних войсках МВД. Через призывную комиссию за 4 дня у нас прошло около 100 человек. Из них более 70 призваны на военную службу по призыву. Ну, остальные, соответственно, предоставлены на срочке, либо освобождены от военной службы по различным причинам. Призывная кампания продлится до конца текущего года. Служить новобранцам предстоит один год. В Кровическом музее открылась выставка «Краски родной земли», посвященная 70-летию известной ненецкой художницы. На экспозиции представлены разные направления творчества. Это картины, графика, эскизы и куклы, которые с точностью до мелочей показывают традиционные костюмы и атрибуты ненецкого народа. Нарьяна Виндер отмечает день рождения. Газете, которая, кстати, является ровесницей округа, исполнилась в 86 лет. Нарьяна Виндер, что в переводе с ненецкого означает «красный тундровик», издается 7 ноября 1929 года. В Наряжке освещаются события, происходящие в округе и за его пределами. Большая часть материалов публикуется на русском языке. На ненецком языке раз в неделю печатается страничка «Елун». Газета выходит три раза в неделю. У нашу газету действительно читают от мала до велика. В прошлом году, когда газете исполнилось 85 лет, и мы достаточно широко эту дату отмечали, мы делали исследование. Выяснилось, что газету Нарьяна Виндер читает каждая вторая семья в Ненецком автономном округе. Но, наверное, больше такого средства массовой информации в России нет, которую бы читали, смотрели и использовали в своей работе, в своей жизни. Каждая вторая семья. Мы действительно читаемая и известная и любимая газета. Сейчас в газете идет серьезная реорганизация. Путем присоединения Нарьяна Виндер и другой газеты «Выбор.Нао» создается Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого округа, Издательский дом Ненецкого автономного округа. Пункция и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять Департамент региональной политики Ненецкого округа. Каждая из газет сохранит свое название, творческий коллектив и периодичность выпуска. Конечно, это сильно изменит и наш внешний вид, и наше содержание. Мы две разных газеты, объединенные в одном учреждении. Мы должны будем как-то делить общее информационное поле. Но мы считаем, что мы должны оставаться оперативной информационной газетой. Все-таки мы выходим три раза в неделю, а «Выбор.Нао» выходит раз в неделю. То есть это газета аналитическая, это газета с какими-то тематическими страницами. То есть как-то мы должны будем поделить поле. Конечно, мы сильно изменимся. За счет создания единого бюджетного учреждения можно оптимизировать расходы на производственные нужды, проведение госзакупок, транспортное обслуживание, типографские услуги и другие. 25 лет творчества. Детская школа «Искусство поселка Искателей» отметила свой юбилей. За всеми успехами, достигнутыми учреждениями, стоят люди, связавшие с ним свою судьбу. Люди, по-настоящему любящие свою профессию, которых отличает педагогическое мастерство, талант создавать всюду творческую атмосферу. Диме Литкову сейчас 8 лет. Мальчик занимается музыкой уже три года. Он не только хорошо поет, но и отлично играет на баяне. По словам воспитанника школы, судьбоносная встреча с будущим педагогом произошла случайно. Мы с мамой сначала катались на роликах здесь, и мама сказала, давай зайдем в школу искусства. Я сказала, ну давай зайдем. Мы зашли, и там была Елена Сеславовна по баяну, учительница. Потом она спросила, будешь ходить на баяну? Я захотел ходить на баяну. Здесь можно играть на баяне. Мне нравится то, что когда звучит музыка, там, например, мелодия какая-нибудь. Мелодия здесь звучит из каждого кабинета. Фортепиано, скрипка, дом, рабаян. Здесь обучают даже игре на саксофоне и электрогитаре. Сегодня в школе обучается 150 детей, познающие мир вокруг себя через искусство и творчество. В коллективе 18 педагогов, которые продолжают традиции, заложенные первым поколением педагогов и учеников. Первым директором была назначена Загитова Альпина Андреевна, талантовый педагог. Сейчас она педагог, преподаватель первой категории здесь работы на школе. Более 12 лет руководила школой Афанасьева Екатерина Семеновна. Человек, который создал вот этот творческий коллектив, вот этот светлый образ школы, который, в общем-то, существует и сейчас. Все семь педагогов, которые первыми пришли работать в Искательскую школу искусств, работают до сих пор. Но каждый год музыкальное учреждение округа пополняется молодыми специалистами. Школа пополнилась такими новыми инструментами, классами. Это класс саксофона, класс домбр-балалайки, класс электрогитары. И это все молодые педагоги, которые пришли к нам и с Архангельского музыкального училища, и с консерваторским образованием. Это Игорь Саботович, это Ассоциа Турова Кристина, сейчас пианист у нас Верещагина Галина. О школе можно с уверенностью сказать, что у нее есть завидное прошлое, хорошее, настоящее и прекрасное будущее. Только в этом году более 10 детей привезли из разных уголков России и мира дипломы и награды. Последний самый яркий успех это у нас ученица в отделении фортепиано Диана Варина. Она у нас девочка очень многогранная и талантливая, она ей замечательно поет и играет. И она ездила в Марсель, сразу участвовала в двух номинациях. Фортепиано она заняла второе место, а вокал народный заняла первое место, чем мы, конечно, очень гордимся. Все дипломы у нас на стендах. И, конечно, еще очень нас порадовали преподаватели. Вот совсем недавно они ездили в город Архангельск, участвовали в конкурсе профессионального мастерства в ансамбле. Потом вокалисты были саксофон, домара и тоже они лауреаты третьей степени. Коллектив педагогов успешно и плодотворно развивается, открывая новые горизонты для своих учеников и совершенствуя свои профессиональные навыки. Красота и бескрайние просторы Ненецкой тундры можно увидеть на полотнах Нины Валейской. В Краевическом музее открылась выставка краски родной земли, посвященная 70-летию нашей художницы. На экспозиции представлены разные направления творчества Нины Васильевны. Это картины, графики, эскизы и куклы, которые с точностью до мелочей показывают традиционные костюмы и атрибуты ненецкого народа. Полотна профессионально ненецкой художницы Нины Валейской хранятся в коллекциях не только нашей страны, но и мира. Своим учителем и наставником Нина Васильевна считает таковылку, но она смогла выработать собственный стиль. На картинах бескрайние просторы Ненецкой тундры с неповторимыми красками и переливами. В необычном у него подача идёт человека. Везде ведь человек в среде, в своё обитание. Но человек подан очень так вот не мешающе, он не мешает природе, он как бы немножко сливается с ней, то есть он не преобладает. А героичнее, более как-то серьёзнее выглядит природа, действительно пейзаж. И человек очень гармонично, как будто хоть и на первом плане, а кажется, как будто чуть-чуть на втором. В этом особенности есть её работа. Картины, представленные на экспозиции, хранятся в фондах Ненецкого краеведческого музея. Также Нина Васильевна передала в музей свои графические работы и эскизы, в том числе наброски ненецких костюмов для ансамбля «Хаяр». Представлены и изделия декоративно-прикладного творчества – куклы. Новым для себя направлением Нина Васильевна увлеклась в 90-х годах. На выставке можно будет познакомиться также с историей создания этих кукол и рассказывает историю создания сама Нина Васильевна. У нас предоставлены для посетителей видеоматериалы, на которых как раз Нина Васильевна очень подробно, понятно и ярко рассказывает о создании своих оригинальных ненецких кукол. На торжественном открытии экспозиции посетителям представили мини-постановку о том, как маленькая тундровая девочка стала мастером холста и кисти. Но полного впечатления о бескрайних просторах и к коренном народе не сложилось бы без завораживающих песен кочевников. Сама художница на открытие выставки «Краски родной земли» приехать не смогла. Нина Васильевна сейчас живёт в Москве. Но, по словам организаторов, она обещала посетить экспозицию и встретиться с любителями своего творчества по приезду в Нарьенмар. Он запланирован во второй половине ноября. И, по словам давнего друга художницы Ивана Литкова, эта встреча, как и десятки других, будет наполнена искромётным юмором и жизнелюбием Нины Васильевны. Тот человек, который в себя выбрал самые лучшие черты ненецкого народа. Нина Васильевна удивительный человек, удивительно доброжелательный, удивительно гостеприимный. Человек, который бескорыстно старается помогать всем, кто приезжает с округа. По большому счёту, многие десятилетия уже фактически её квартира в Москве является соебразной гостиницей. Выставка «Краски родной земли» будет открыта для всех желающих до середины января. А в декабре в рамках Дней Ненецкой письменности в Краевеческом музее пройдёт праздник, который будет посвящён творчеству художницы. Волшебный мир ненецких сказок Нины Васильевны Валейской. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте. Его адрес – www.trk.sever.ru. До встречи в эфире.